Сама стена, допустим, зеленая, а вокруг нее такая рамочка желто-красная. Это швы, они идут за складное место в этом доме. Так через тепловизор выглядит типичная рязанская панелька. Конкретно дом номер 30 по улице Новоселов. Плата за отопление здесь 4 800. Это если квартира четырехкомнатная. Вот только отапливают хозяева, можно сказать, еще и улицу. Так показывает прибор. Изначально я смотрю по снегу, какая температура окружающей среды, потому что прогноз погоды не всегда нам дает картинку. Именно в данном месте, в данной локации. Смотрим по снегу. Он у нас примерно минус 3, минус 4, минус 5 показывает. Ставлю нижний диапазон. Картинка красная. В основном это стыки дома теряют тепло. Подвальные помещения также слабые места дома. В идеале картинка на тепловизоре должна быть синей. Это будет обозначать, что дом, как и должен, тепло сохраняет. Здесь же часть уходит на улицу. Жители и сами жалуются, что в квартирах холодно. Надежда живет на девятом этаже. Последние три года с началом отопительного сезона она платит те самые 4,800. И регулярно приносит в управляющую компанию заявление о том, что в квартире холодно. Ко мне приходила жилищная инспекция. У меня муж инвалид первой группы. Он не ходит. Ему 18 градусов, холодно. Они приходили, было 18,3. Они сказали, это норма. 18 – это минимальная температура. А согласно тесту СанПин, оптимальная температура в жилых помещениях во время отопительного сезона должна быть от плюс 20 до 24. По национальной программе по улучшению качества жизни за счет повышения энергоэффективности, они могут это сделать совершенно бесплатно. Утеплить свой дом. Они обращаются в фонд капитального ремонта и далее следуют шагам. Эти шаги будут изложены в инструкции, которые составят юристы Росизола, специально, чтобы люди точно смогли добиться утепления своего дома совершенно бесплатно. Национальная программа работает по всей России с 2019 года. Анна – волонтер Ассоциации экспертов. Ее задача – проверить тепловизором, как панельные и блочные дома сохраняют тепло. Конкретно этой девушке предстоит объехать 15 городов по одному дню на каждый. В каждом городе минимум три замера – два на типичные для города дома, как панелька на улице Новоселов. Еще один дом для измерений выберут по количеству сигналов от самих жителей. Плюс выбирают эталон, то есть дом, который идеально сохраняет тепло. Обычно это новостройка. В Рязани сегодня эталонным стал дом 106, корпус 1 по улице Большой. Все результаты измерений, а также шаги, которые нужно предпринимать, можно увидеть в группе «Индекс тепла» ВКонтакте. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.